Безусловно, хочется, конечно, но буду делать все, что в моих силах, чтобы это сделать. – Понятно, что у кого-то сезон закончился, футболистов сборной продолжается, Кипр, Сан-Марина – не самые броские команды. Как психологически работаете с собой, чтобы не терять хватку на это время? – Да, честно говоря, все в рабочем режиме. Я не видел, чтобы кто-то был расслаблен. В этих играх хочется, я думаю, порадовать наших болельщиков и постараться больше забить. – Позволю отчасти провокационный вопрос. Знаете каких-то футболистов из состава Сан-Марина? – Честно говоря, нет. – Честно говоря, только что говорил, что главная проблема – это в том, что очень большой перерыв между последним вторым чемпионатом и официальными матчами 8-11 июня. Для вас это проблема? – Ну, я так понял, нам сделали товарищескую игру с Чертанова. И я думаю, что это будет хорошая игра, чтобы подготовиться к официальным матчам. – Еще вопросы? Есть еще вопросы? – Давайте я так. – Федор, понятно, что в сборной всегда атмосфера приятная, дружелюбная и так далее. Но все-таки с каждым новым вызовом прибытием на сбор чувствуете себя как-то более уверенно? Осваиваетесь? – Да, конечно. С каждым разом все больше чувствую себя как дома. И надеюсь, так будет продолжаться. – И такой, наверное, вопрос. Видели вас на матчах баскетбольного ЦСКА на Евролике? Вот хоккейный ЦСКА победил. А за чемпионаты мира по хоккею следили, болели? – Ну, честно говоря, не сильно следил. Но, конечно, очень расстраивался, что наши проиграли. Очень хорошо выступали, но, видимо, им не повезло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова